Здравствуйте! В эфире Парламентский Вестник, программа о деятельности Волгоградской областной думы. Как всегда в нашем выпуске обзор событий за минувшую неделю, комментарии и актуальные интервью депутатов. На прошлой неделе письма с благодарностью за активную жизненную позицию от Владимира Путина получили две волгоградки. Елена Макарова и Ольга Шлыкова. Вручение проходило в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия», куда женщины приходили вовсе не с личными проблемами. Председатель родительского комитета 117-й школы Красноармейского района Волгограда Елена Макарова от имени учеников и педагогов обращалась с просьбой помочь в ремонте учебного заведения, которое находилось в аварийном состоянии. По поручению Владимира Путина, сегодня здесь на сумму более 10 миллионов рублей заменена кровля, оконные блоки, приведены в порядок лестницы, санузлы, столовые. Детскую поликлинику номер 31, что в поселке Максима Горького, теперь тоже не узнать, рассказала главный врач Ольга Шлыкова. Долгое время учреждение, которое обслуживает более 3,5 тысяч детей, не имело собственного помещения. Теперь после обращения в приемную Путина оно появилось. Цена вопроса составила 2 миллиона рублей. Письма от Владимира Путина, в которых говорится, что данные обращения жителей Волгограда выполнены, вручил спикер областной думы Владимир Ефимов. Люди обратились, и мы с помощью всех ресурсов подключились и решили этот вопрос. На мой взгляд, такая консолидация усилий по поручениям, которые мы получаем от нашего лидера, это очень важный аспект, который рождает доверие к партии «Единая Россия» у нашего населения. По мнению областных депутатов, приемная Путина пользуется высоким доверием жителей региона. И все потому, что ни одно обращение здесь не остается без внимания. Есть вопросы, которые, ну скажем так, на местном уровне уже замылились и как бы считаются неважными, но приемный Путин и его администрация считают очень важными даже мелкие вопросы и поручения, которые даются. Они отрабатываются быстро. Депутаты отметили, выполнение наказов председателя правительства будет продолжено. В рамках этой работы в ближайшее время в регионе будет установлено 200 детских игровых и спортивных площадок. Это все в рамках проекта «Единая Россия детям». Потому что каждый депутат из своего фонда будет выделять не менее 500 тысяч рублей на установку спортивных и детских площадок. Поэтому программа у нас такая есть, и мы будем реагировать. В прошлом году мы начали эту программу, более 100 площадок было установлено, и в этом году мы продолжим ударными темпами. Кстати, как заверил Ролан Хирианов, одна из детских площадок в течение двух-трех месяцев появится рядом с новым зданием поликлиники номер 31. Будет ли в этом году увеличено финансирование территориальной программы госгарантии оказания населению бесплатной медицинской помощи? Этот и другие важные социальные вопросы на прошлой неделе обсуждались на заседании Думского комитета по здравоохранению. К проекту территориальной программы оказания населения области бесплатной медицинской помощи на этот год у профильного Думского комитета много замечаний. И самое главное – дефицит, составляющий 23,2% от необходимого финансового обеспечения. Конечно, за последние годы он существенно снизился, но его наличие не позволяет полностью выполнять данную программу. Кроме того, дает право Минздрав соцразвития отказывать в финансировании мероприятий по модернизации здравоохранения. Региону, чтобы совсем избавиться от дефицита, потребуется несколько миллиардов рублей. На сегодня условия невыполнимые, поэтому депутаты положительно отметили действия областных властей по смягчению ситуации. У нас есть обязательство губернатора, который представил и в Минздрав соцразвитие гарантийное письмо, что будут дополнительно внесены 700 миллионов на программу госгарантий. Это, конечно, полностью проблему дефицита не решает, но все-таки его значительно уменьшает. Учитывая это и получив обещание областного комитета по здравоохранению устранить большинство замечаний, народные избранники рекомендовали Думе принять документ в первом чтении. Также на заседании комитета была заслушана информация по вопросу оказания медицинской помощи лицам, имеющим статус «Дети Сталинграда». В прошлом году региональный парламент принял изменения в закон о мерах социальной поддержки, согласно которым данной категории граждан разрешено проходить лечение в областном госпитале ветеранов войны. Но воспользоваться этим правом оказалось не так-то просто. Чиновники, наверное, плохо законы читали и очень часто этим людям отказывали в госпитализации. Вот сегодня вы были свидетелями, был достаточно такой серьезный разговор, неправомерно отказ. Если даже места нету в настоящий момент, то нельзя людей отфутболивать. Людям надо сказать, что да, вот сейчас места нету, но мы вас поставили на очередь, и допустим, там через две недели, через три недели место появится, и вам обязательно сообщат. Была длительная переписка с комитетом, но сегодня нас услышали, и я очень надеюсь, что впредь вот таких вот неправильных отказов не будет. На прошлой неделе Волгоградские парламентарии приняли участие в работе проходившего в Тамбове в 22-м съезде Ассоциаций крестьянских, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России «АКОР». По их мнению, выступление на форуме главы правительства страны можно считать программой развития отечественного АПК. В целом, как заявил Владимир Путин, на поддержку агропромышленного комплекса в этом году будет выделено 150 миллиардов рублей из федерального бюджета. При этом государству гарантируют оказание помощи фермерству, которое, по словам премьера, состоялось как экономическая и социальная сила и опора страны. Темпа роста в малом бизнесе на селе в 3-4 раза превышают средние показатели по отрасли. Это действительно говорит о больших перспективах фермерства. На долю фермерских и личных подсобных хозяйств приходится почти половина производства всей сельхозпродукции российского АПК. А по некоторым позициям ваша доля еще выше. Именно поэтому принято решение продлить до 2020 года государственную программу развития животноводческих семейных ферм. Планируется компенсировать около половины расходов крестьян на оформление земельных участков в собственность и разрешить им строить дома на землях сельхозназначения. О внимании правительства к малым хозяйствам говорит и тот факт, что 30% средств, выделяемых на развитие АПК, предназначено для поддержки фермеров. Когда рассматриваются вопросы государственной поддержки, то выгодно крупным отдать быстро, у них есть чем расплачиваться и им отдавать. Они как бы впереди, а фермерам это дело не достается. Поэтому было определено и поручено Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств решать проблемы, чтобы эти вопросы проходили через них. Позитивно аграрии восприняли и решение о снятии запрета на кредитование сельхозпроизводителей, который приобретает импортную технику. Ее стоимость порой ниже отечественной, что важно для крестьян, у которых каждая копейка на счету. По посещению представителям правительства Ростова, посмотрел, сколько стоит комбайнов, которые не приобретаются. И по причине, что их невозможно приобрести, это стоимость комбайнов, по причине того, что засуха была два года в сельском хозяйстве. И было принято решение, которое на ура было воспринято. Важными считают парламентарии и заявления главы правительства о необходимости сокращения срока выдачи документов для начала ведения хозяйства и рекомендации Госбанкам активнее кредитовать малые сельхозпредприятия. В областном центре может быть введен институт сети менеджера, если такое решение будет принято Волгоградской думой. Насколько вероятно, что новая система управления городом окажется более эффективной? С этим вопросом мы обратились к председателю комитета по бюджету регионального парламента Владимиру Попову. Если глава избирается или нанимается по контракту думой, то я думаю, что главе не нужно будет заниматься политиканством, не уделять столько времени своему пиару. Изменение этой схемы управления, я лично убежден, что оно позволит больше и эффективнее работать управленцу, кого бы дума не наняла на эту должность, уделять все свое внимание хозяйственным проблемам, экономическим проблемам, развитию города. По мнению Владимира Попова, введение института сети менеджера содержит больше плюсов, чем минусов. Это отсутствие длинной процедуры выборов и серьезных финансовых затрат. И самое главное – усиление роли законодательной власти. На мой взгляд, это усиление парламентаризма, потому что мы фактически большую власть даем думам, парламентам. Поэтому я считаю, что идет перестройка власти от жесткой исполнительной ветви власти, когда она командует и думу под себя, как правило, подминает, к повышению роли законодательных и представительных органов власти. Теперь, по словам Владимира Попова, в течение ближайших трех месяцев в Волгоградской городской думе предстоит принять решение, нужно ли вводить институт сети менеджера. За это время она должна либо внести изменения в устав города и объявить конкурс на нового руководителя, либо по прежней схеме назначить выборы мэра. Год назад по инициативе областных депутатов Единоросса в регионе началась реализация проекта «Наш город», в рамках которого было проведено более тысячи социально значимых мероприятий. В минувшую среду состоялось подведение итогов и награждение наиболее активных участников. По словам руководителя проекта депутата областной думы Владимира Осьмакова, удалось реализовать основную идею – повысить социальную активность граждан и поддержать общественные инициативы. Среди добрых дел, в которых участвовали активисты партии «Единая Россия», оказание помощи ветеранам, организация социально-досуговых мероприятий для детей и подростков и, конечно, благоустройство территорий, результаты которого видны каждому. Когда едешь, допустим, даже по городской области, раньше дорога была вся усеяна всякими там мусором. Сегодня уже это чисто. Это, наверное, этот проект определенную службу положительно сыграл. И я думаю, что мы дальше должны развивать. Но этот проект, наверное, в число самых эффективных входит, потому что здесь видны результаты работы этого проекта. И я хотел бы еще раз сегодня порадоваться за своего коллегу Владимиру Николаевичу и пожелать, чтобы в будущем этот проект был признан самым лучшим проектом России. Депутаты признались, что, подводя итоги реализации проекта, выбрать наиболее значимые дела оказалось трудно. Они все по-своему важные. В некоторых сельских районах очень важным было появление спортивной или детской площадки. Просто раньше этого не было никогда. Или в другом небольшом селе восстановили памятник соотечественникам, которые не вернулись, памятник землякам, которые не вернулись с фронтов. Это тоже для каждого места, будь это большой город наш Волгоград, либо это небольшие хуторки, есть своя изюминка. Победители все же были названы. Из 24 местных партийных отделений, участвовавших в проекте, лучшими признаны Михайловское городское, третье место, Волжское второе место. Единорусом и Урюпинска досталось первое место и главная награда – 100 тысяч рублей на обустройство в городе детской спортивной площадки. Такие призы, по мнению депутатов, помогут привлечь в проект больше участников из сельских районов. Больше обратить внимание в будущем и всех, как можно больше наших депутатов привлечь к этому проекту, и обратить внимание на село. Очень мало у нас здесь представлено, есть, но не все поселения, села. Все пожелания и замечания организаторы проекта «Наш город» обещали учесть. Тем более, что начатое в прошлом году дело решено продолжить. Проект будет работать, он вызвал необычайный интерес наших жителей города, и буквально сегодня было решение о том, что он должен продолжаться. Причем решение принято не нами, а самими жителями нашей области. На этом наша программа завершена. Мы благодарим всех за внимание о новых событиях, связанных с деятельностью депутатов областной думы, в следующем выпуске «Парламентского овестника». До встречи через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова